Общественники совместно с управлением образования провели веселые старты для воспитанников детских садов. Соревнования приурочили к предстоящему 285-летию города. На перегонки прямиком к победе. В этом спортзале проверяют себя на скорость 48 дошколят и их мамы и папы. Команды сборные, три мальчика и три девочки, и по два родителя им в помощь. Александр Рукавишников сегодня бежит вместе с сыном. Их команда 41-го детского сада в первых двух конкурсах обходит по очкам остальных. Уверены, что удастся победить. К веселым стартам готовились всей командой. Заранее готовились, морально готовились. Шли сюда и сразу узнали, что будем чемпионами. Мотивируем тем, что спортом действительно можно жить. И это один из стимулов нашей жизни. С ним только лучше становиться. Бегают, прыгают через препятствия, а один из конкурсов – что-то наподобие баскетбола. После пробежки нужно попасть мячиком в кольцо. С минимальным разрывом по очкам идут команды трех детских садов. Но в итоге по сумме очков победа достается 41-му. Соревнования дошкольников приурочили грядущему 285-летию города. Веселые старты управления и образования помогли провести активисты из организации «Первый уральс город чемпионов». Общественники взяли на себя судейство, а также всю наградную атрибутику. Победителям медали, тем, кому повезло меньше, утешительные сладкие призы. Это уже вторые соревнования для дошкольников, организованные городом чемпионов. Первое мероприятие – это было плавание среди, опять же, групп детских садов, которое прошло две недели назад. Мы также приняли там активное участие, выявили победителей, но награждены были все, так как наш один из девизов – это путь чемпиона начинается с первого шага. Приобщать детей к спорту общественники продолжат и летом. На новом искусственном поле городского стадиона активисты проведут турнир среди дворовых клубов округа по футболу. Данила Шостаков-Суворов, Никита Нехорошков, Михаил Перанков. Служба народных новостей.